...церемонии открытия 12-х образовательных чтений Центрального федерального округа «Нравственные ценности и будущее человечества». И, конечно, отдельно поприветствовать победителей второго этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью. Образовательные чтения проходят уже с 2015 года по инициативе Русской Православной Церкви. И, что особенно приятно, что с каждым годом их популярность растет. Центральным же мероприятием чтения по традиции стало подведение итогов Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. За 12 лет проведение конкурс приобрел популярность среди педагогов и в том числе нашей области. Проведение чтений на нашей Владимирской, Древней Земле – это большая заслуга прежде всего наших владимирских педагогов, которые уделяют особое внимание духовно-нравственному воспитанию и образованию жителей нашего края, а также следствие эффективного взаимодействия в регионе власти и православной церкви. В этой связи нельзя переоценить труды митрополита Владимирского и Суздальского Евогия. Под его началом в области созданы воскресные школы и детские приюты, основаны добрые традиции в деле просветительства молодежи. Благодаря представителям Русской Православной Церкви и руководству региона у нас сложилось благоприятное условие для развития духовности и высокой нравственности. Еще хочу сказать о том, что в нашей жизни, и это прекрасно понимают все вокруг, огромную и очень важную роль для каждого человека играет семья. Именно в семье начинается духовно-нравственное развитие и воспитание личности. Ценности семейных жизней, которые ребенок усваивает буквально с самых первых лет своей жизни после рождения, имеют неприходящее значение для человека на протяжении всей его жизни. Во Владимирской области есть немало организаций и общественных объединений, которые активно вносят свой вклад в развитие духовно-нравственной культуры. Сегодня уже упоминался это Совет Отцов, который проводит большое число акций, мероприятий, направленных на повышение роли отца в социализации детей, укреплении института семьи. Совет объединяет людей неравнодушных, не только к будущему собственных детей, но и подрастающему поколению в целом. Это партийный проект «Крепкая семья», в рамках которых также проходят сотни мероприятий, направленных на укрепление семейных традиций. Это и наши православные школы, среди которых Сузовская православная гимназия, где сотни юных жителей области получили и получают не только качественные знания, но и бесценные уроки нравственности, духовного воспитания. И, конечно, наша замечательная Владимирская православная гимназия, на базе которой уже с 2004 года проходят ежегодные православно-педагогические чтения, городские и областные педагогические семинары. Наверное, особая гордость Владимирской земли – это праздник святых благоверных, Петра и Февронии Муромских, День семьи, любви и верности. Этот праздник полюбили как владимирцы, так и все жители России. Он живет сегодня не только в календаре, но и в наших сердцах. А пришел к нам этот праздник из православия. Доброй традицией стало проводить парламентский форум «Историко-культурное наследие России на нашей Владимирской земле». И вот в прошлом году у нас состоялся уже шестой парламентский форум, посвященный теме наследия, ценности, традиции и взгляда в будущее. Все эти мероприятия и многочисленные встречи открывают возможность свободного обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов, а прежде всего обращенных к духовным и нравственным устоям, на которых стояла, стоит и будет стоять Россия. Нескроем. Нас очень порадовало, что в этом году конкурсная комиссия отметила высокий уровень работ, представленных нашими педагогами. В них содержится богатый опыт педагогической практики в области духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой художественной культуры, отечественной истории. Все инициативы наших педагогов поддерживаются на областном уровне исполнительной и законодательной ветвями власти. В первую очередь, закладывая финансовую основу в бюджет для реализации данных проектов, потому что мы считаем, что государственные расходы на образование – это наши сегодняшние инвестиции в будущее. Уверена, что секции, которые пройдут в рамках нынешних образовательных чтений, будут трибуной для открытого подготовленного диалога и эффективного обмена опытом специалистов и экспертов. Всех заинтересованных людей о рекомендации и предложениях, которые будут выработаны в ходе работы, будут востребованы на практике. Желаю всем нам интересной и успешной работы. Спасибо большое, уважаемая Марья Николаевна. Слово для приветствия предоставляется заместителю президента Российской академии образования, доктору психологических наук Виктору Степановичу Васюку. Ваше высокопроисвященство, глубоко уважаемый Михаил Юрьевич, глубоко уважаемые коллеги, прежде всего разрешите мне выполнить почетное поручение от имени президента Российской академии образования, академика РАО, доктора психологических наук, профессора Людмилы Алексеевны Гербицкой, зачитать приветствия участникам данных образовательных чтений. Уважаемые участники 12 образовательных чтений Центрального федерального округа и церемонии награждения победителей межрегионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя. Мы вошли в эпоху новых вызовов и для педагогов, и для системы подготовки педагогических кадров, и даже для самих ценностей, на которых базируется сегодня отечественное воспитание.